Всем привет, ребята! И случилось то, чего я так очень сильно боялась, я заболела и осталась сегодня дома, поскольку у меня свободный день. Решила заснять вам видео о своем снежбуке, показать вам развороты, которые я заполнила за то время, как я его веду. Веду я его с октября или сентября, не помню точно, ну короче, с осени. И за это время я заполнила довольно-таки мало, как вы можете заметить, но покажу вам, что у меня есть, и думаю, что вам будет интересно на это посмотреть. Ну, обложку вы все знаете, вы все уже видели ее, потому что я снимала разворот в этом блокноте. И да, вот я никогда не оформляю вот эти первые страницы, я не знаю, не вижу в этом нужды, хотя, возможно, потом как-нибудь фотографию свою сюда приклею, если это нужно. Первый разворот, на самом деле, я его заполнила не самым первым, и вообще тут такой косяк случился с блокнотом, то, что у него целый блок бумаги, он был плохо пришит, и в итоге он оторвался, то есть, видите, да, здесь он расходится уже немножко. То есть, сам по себе блокнот сушит некачественно, и это немножко печалит, на самом деле. Но окей, вот это вот я заполнила не сразу, как я купила его, первый разворот там будет дальше немножко, так что здесь просто какая-то сборная солянка, и мне это не нравится. Вот, как вы можете заметить, здесь вот одна страница, здесь уже другая страница, вот здесь вот, то есть, целый блок, он отошел. Здесь вот я склеила страницу, чтобы у меня блокнот дальше не поехал. Это страничка про любовь, сладости, не знаю, очень не характерный для меня разворот, на самом деле. Вот, разворот, который я заполнила здесь первым, и он, честно говоря, ни о чем, то есть, просто какие-то девушки, наклеечки, звездочки, и я написала, как бы, такую вступительную запись сюда. Люблю просто сочетание цветов на этой странице, здесь просто какие-то вырезки, разные фотографии здесь, Соня Есман, Маша Вэй и прочие. Здесь тоже ни о чем. То есть, как вы видите, я, на самом деле, веду смешбук по такому принципу, что я больше пишу, чем клею, и мне это начинает надоедать немного, поэтому вот изначально все было так именно, то есть, просто какая-то картинка и какая-то запись. И мне даже много раз писали, что это у меня не смешбук, а личный дневник. Я, да, я с вами согласна, в какой-то мере это так и есть, просто надписи здесь не такие глубокие, как в личном дневнике, поэтому я не называю это личным дневником. Вот. Страничка про мое идеальное утро, здесь вот что-то такое вот, спорт, вкусная еда, Taylor Swift, которую я тогда фанатела. Просто нравится разворот, сочетание цветов здесь опять же очень такое, мне нравится. Не помню, кем я вдохновилась, в общем, я нарисовала девочку и приклеила отсюда страницу из «Открой мир заново», как вы знаете, у меня есть такой блокнот, но он у меня не заполняется, и поэтому я почему-то в то время я посчитала нужную вырвать оттуда страницу и приклеить сюда. Здесь написаны советы о том, как потерять себя вообще в этом мире, то есть включите музыку в наушниках, выберите песню, смотрите на все как на фильм, задействуйте воображение. Вот такие здесь небольшие пунктики, которые можно выполнять, если вам все надоело и хотите отвлечься. Здесь такой разворот, мне очень нравятся здесь фотографии а-ля Instagram, я вырезала это все из журнала Ikea, и мне очень нравится, как это все вместе выглядит. Какие-то развороты я пропускаю, если у меня нет на них идей. Это я заполняла зимой, перед Новым годом, здесь написано топ-5 новогодних деликатесов, и раскрасила я это все акрилом красным, потому что на заднем плане был немножко другой фон. Это было сделано осенью, осенние цвета, здесь такая девушка с кружечкой, не знаю чего, кофе, наверное. Это незаконченный разворот, тоже незаконченный разворот, вообще я ленивая жопа. Это мы с вами вместе заполняли, если помните, и он до сих пор, на мой взгляд, один из самых лучших разворотов в этом блокноте. Здесь просто коллаж, ничего не писала, здесь вот джаз, а здесь какие-то картинки совсем не подходящие для этого. Я иногда делаю такие странички с трэш, мусором, со всякими, которые у меня остаются от джинсов, от всяких маечек. То есть все это я сюда приклеиваю, здесь даже билеты от щелкунчика мы ходили. А в театр вот здесь что-то тоже. Это я вот нарисовала себя на другой страничке какой-то, вырезала потом. То есть вот типа я сижу и сижу я в телефоне, ну потому что я больше не... Это одно из самых дебильных времяпровождений, но это так и есть. Здесь страничка про Шерлока. И это было сделано 4 января, когда как раз показывали Шерлока по ночам. То есть начиналось все где-то в 11 и заканчивалось где-то часа в 2, в час, наверное, так вот. И мы сидели с сестрой Маликой моей, смотрели, сидели. И просто тогда был самый пик вот этого фанатения, знаете. В последний раз я пересматривала все серии в марте, кажется, в конце марта. И так как я сегодня болею, я думаю, сегодня мы с Маликой опять найдем время для того, чтобы посмотреть. Просто вот, просто нравится, как выглядит все это. И я написала здесь все, что я об этом думаю. А здесь у нас поставили инстабудку, наконец-то. И я распечатывала там фотографию Басика. Здесь должна была быть какая-то запись, но ее нет. Здесь что-то про здоровый образ жизни. Какие-то цитатки здесь про здоровый образ жизни. Мысль без действия всего лишь трата калорий. Здесь я рисовала, и вот это вот получилось не очень, еще у нее куда-то пропали ноги, а вот это вот более-менее нормально получилось. И все это было вдохновлено вот этим вот, навеяно вот этим вот маленьким рисуночком здесь в уголке, который здесь был изначально. И я решила нарисовать такую же девушку в этом же платье. Здесь у меня не было ежедневника. Это еще вот, да, до того, как я приобрела свой. И я решила одну страничку сделать под ежедневник, но получилось довольно-таки посредственно, и мне не нравится. Здесь ни о чем, о красоте, наверное, и о том, что надо нравиться самой себе, не знаю. Так, дальше, мне кажется, провал, а нет, вот sweater cheater, не знаю почему, но да. Светера, кексики, чашечки с чаем, и здесь какая-то небольшая запись. Вот этот разворот такой очень светлый, такой направлен, знаете, на утреннее настроение, когда ты встаешь, видишь солнце в окне, и тебе прям радостно. И у тебя такое красивое постельное белье, то есть это есть такие фотографии. Это, опять же, все вырезано из журнала Ikea. И я решила все это оформить в один такой разворотик про утро. Вот этот разворот, кажется, я его фотографировала в Инстаграм, но вам еще не показывала, вроде бы. Но мне тоже нравится, хотя мне кажется, сюда можно было бы что-то придумать, тоже приклеить. А здесь про мою поездку в Караганду. И я не помню, когда, в марте, кажется, на каникулах, да, мы ездили в Караганду, и там я тоже нашла фотобудку, инстабудку, и распечатала там фотографии. И здесь, как видите, там и в другом формате, и мне вот этот формат, кстати, больше нравится, чем тот, который у нас стоит. Вот этот вот, точно, как видите, большой. А здесь все более намного реалистично и похоже на даже фотографии а-ля из Полароида или из Фуджи Фильм, не знаю. И здесь вот фотографии, которые я делала в школе на скамейке. Это фотография в Хэтшатыре. Я написала сюда несколько фактов из нашей поездки, приклеила сюда билет. Ну, то есть, как вы видите, да, каждый факт я здесь вот отметила. То есть, три дня мы провели там, кушали много суши, дарили друг другу подарки. Здесь шоколадное яйцо, мы съели там слишком много шоколадных яиц и ели много мороженого. Так, вот этот разворот такой прям заполненный, прям здесь все такое яркое. Мне нравится. Если у меня есть еще какие-то развороты, то вот. Вот этот разворот я очень люблю, здесь очень классный кавлаж. Фотографии такие я просто обожаю. Это фотографии тоже а-ля из Инстаграма, но это на самом деле из журнала Икея, из каталога, каталога. И здесь тоже такая длинная запись. Опять все похоже на личный дневник. А, я пропустила еще один разворот, вот здесь вот просто был такой калаш. Я посмотрела видео Маши Новосад про то, как она сделала мудборд в своем блокнотике. Недавно выходило это видео и решила то же самое что-то повторить. Получилось не совсем заполнено, потому что я делала ночью в спешке и хотела спать. Но, по крайней мере, все сочетается и вроде получилось прикольно. И уже тут последние развороты пошли у нас. Это я тоже делала осенью. Вот этот разворот мне тоже очень нравится. Здесь мало записей, здесь есть марки такие. Здесь красивые картиночки. И даже листик осенний. Люблю такие штуки сохранять, они потом напоминают о том времени. Так, больше здесь ничего нет, кажется. Да, больше здесь ничего нет. И вот на этом все. Я буду заполнять его и дальше. И думаю, сегодня, наверное, тоже что-то оформлю здесь. Поэтому все на этом. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok